вот эта территория шлава накопителя которая очень большую территорию занимает сегодня розы ветров раздувает те отходы которые здесь в виде пыльцы поднимаются ну вот она смотрите как она выглядит на местности такой лунный пейзаж зыбун вступать здесь очень сложно ну а вот эти деревья которые погибли когда сюда водой покрыта эта территория была ранее зеркало такое было пляжное сверху и затем деревья погибали потому что невозможно выжить в тех условиях где находится огромное количество таких химических отходов далее вот мы с вами сейчас обращаем еще внимание что вот она территория которая отведена под хранение отходов том числе и вот эта территория сюда тоже входит сюда мы подъехали с этой стороны и рассматривали поднимались именно вот на эту территорию это тоже свалка это свалка химических отходов но твердых если здесь они пальцеобразные в том числе и ртуть а здесь твердые отходы складировались на сегодняшний момент данная территория высотой углита двухэтажная да возможно даже больше дом от уровня земли которая рядом заросла растительность очень много здесь кустов облепихи но тем не менее в план рекультивации федеральным экологическим оператором ну как то не взят также как и шлама накопите который не охраняется росгвардии как они сказали президенту и здесь эта территория не охраняется росгвардии более того по информации неподтвержденной правда от администрации данная свалка уже продана юридическому лицу либо частному лицу для чего им нужны эти отходы вредные отходы химические но это вопрос нужно узнавать при проведении проверки ну вот про эту территорию это здесь скважина росола промысла где тоже закачаны в 2004 году были отходы и сегодня росатом там якобы провел тоже утилизацию рекультивацию этих скважин но мы этого не видели знаем что здесь находится несколько бочек цистерн которые закачали 300 кубов значит тех отходов которые выдавил из этих скважин и скважина сегодня бетонными пробками загерметизированы но и все ушло это здесь находится в 300 500 метрах от самого населенного пункта жилого города усули сибирского ну и соответственно весь вред под территории города усули сибирска на что обращаем ваше внимание следующее вот например у нас территория сейчас вам покажу поближе ее земли промышленности энергетики транспорта связи радиовещание телевидение информатики земли для обеспечения космической деятельности земли обороны но находятся они в усольском районе иркутской области вблизи северо-восточной границы города усули сибирска и площадь их достаточно большая 672 616 квадратных метров вот эта территория которая у нас здесь вот обозначена то есть это тоже промышленные отходы дальше я обращаю внимание здесь поля здесь сидит капуста а дальше за растут злаковы дальше там находится аграрное предприятие а это река ангара получается что даже на водный объект этот кадастровый участок заходит вот еще раз обращаю ваше внимание буду у границы красная и уличная кадастровая карта отражает нарушенный рельеф берега берега нет его просто-напросто разработали вот она предприятие который находится тоже на промышленной территории видите здесь и машины стоят и и здание есть более того вот видите отвалы это вот как раз гравий который отсюда сюда пгс привозят ну и находится здесь несколько крови камни гатробильных установок с машины вот отсюда выезжают берут гравий и сюда привозят перерабатывают и затем по всей территории иркутской области на дороге вот этот материал завозится здесь метров 300 от этих шламонакопителей от этих свалок химических отходов совсем рядом получается мало того что получает река огромный вред но и это место тоже заражено его никто не проверял этот гравий а его дробят и развозят по всей территории иркутской области отсыпают дороги вот этот накопленный вред он везде он в том числе и в деревьях и в почве и в воде и в том числе в этом гравий который здесь находится на берегу то что они нарушают нарушили вот на огромной территории посмотрите какая огромная территория здесь разработана уже машины идут одна за одной мы засняли это на видео дальше вы это увидите маточное дно реки уничтожено здесь уже дно углубительные работы проведены гравийная гравий достала достали грузится на машины вывозится отсюда здесь берег разработан весь но ведь эта река имеет водоохранную зону она имеет прибрежную защитную полосу эта река нересто охранные зоны тоже имеет потому что здесь водится рыба более того это водный объект это питьевой источник ниже по течению люди берут воду из реки ангара в том числе и до братского водохранилища поступают этого это вода она также сегодня уже отмечается что он там находится в том числе на братском водохранилище уже встречается рыба в которой извините ртуть то есть получается кто позволил на землях промышленной энергетики транспорта связи развлечения телевидения обеспечение космической деятельности землеобороны разрабатывать карьер и добывать гравий кто позволил опять же на землях раз проводить расположить объект который здесь же ее превращают в нужную фракцию для того чтобы применять строительстве дорог вот это нужно проверять более того все земли вот на которые мы здесь не показали они все на сегодняшний момент имеют категорию земель как раз земли промышленности и иных что здесь перечислено как на территории усолья так и рядом в усольском районе вблизи северо-восточной границы усолья потому что это именно северо-восточная часть от города усолья и никто иные категории здесь не переводил виды разрешенного использования другие здесь не применял на каком основании на них расположены объекты разного ну вот даже вот сейчас вы можете вот сейчас посмотреть я вам покажу а вот это нефтебаза но это тоже земля которая отходится категории земли промышленности и никто не переводил вот этот объект это тоже земли промышленности но они видите уже имеют свое назначение более того если мы сейчас посмотрим чуть-чуть с другой стороны вот он объект вот он объект здесь пропан смотрите здесь стоит сторожка сидит охранник и это уже частное предприятие а раньше вот тут были трубопроводы это все ушло для химпрома кто-то выкупил уж эту территорию и продолжает ее использовать как сказал нам сторож сюда за приезжают и газом заправляются и как частные лица так и юридические лица а то есть а сама-то территория так и осталась зонной промышленности энергетики транспорта связи радиовещания и иного то есть никто категорию земли не менял вот как происходит это и кто никто за этим не следит никто этого не проверяет в том числе вот как я вам говорю берег реки ангара кто позволил это дело безнаказанно что касается вот этого объекта но простите я имею инвалидность я инвалид 2 группы я осматик тяжелая форма течения у меня и я аллергик 45 минут и где-то около часа мы пробыли на данной территории пытались здесь и пройти на этой территории немножко посмотреть кстати там есть воронки значит где-то дренирует и уходит в том числе и через подземные водоносные горизонты все движется в сторону реки ангара я отравилась три недели я приходила в себя я не понимаю как сегодня люди асматики аллергики а их много на территории города в узле об этом говорили местные жители проживают на этой территории как им тяжело потому что сегодня переехать другое место нет ни у кого возможности это единственное их жилье они здесь живут уходят замуж женятся рожают детей и они не здоровы многие из них не здорово и как можно здесь располагать еще один опасный объект посмотрите вот сколько здесь накопленного вреда осталось ушел этот бизнесмен более того даже конкурсный управляющий за две недели до того как зашел сюда федеральный экологический оператор умудрился 16 объектов продать частную собственность одному попову за миллион сто 16 объектов это как здесь очень много собственников в том числе и фарма синтез который вот здесь владеет земельными участками вот позволил этот объект вот здесь вот обломки какого-то строения мы предполагаем цеха электролизного здесь находится как они отдают сегодня как предложила родионова приехав сюда в мае месяце сказала что возвращайте обратно федеральную собственность у вас нет возможности провести утилизацию рекультивацию а у государства это есть говорят фарма синтез эту территорию им отдают но с условием что затем после того как будет сделана утилизация рекультивации они ее заберут обратно нельзя здесь строить экотехнопарка восток хотя сегодня сообщают жители что на территорию данного объекта именно вот в этой части вот здесь а здесь проходит у нас железная дорога вот она здесь получается уже восстановили железнодорожные пути и на территории промышленного объекта который охраняется хотя попасть туда можно вот отсюда мы здесь могли попасть вот здесь вот кстати ну просто дощатый заколоченный вход при желании можно проникнуть туда работы ведутся не завозят ли уже сейчас туда эти отходы потому что в обман граждан участников общественных слушаний общественных обсуждений 28 апреля никакого второго этапа и дополнительного рассмотрения оценки воздействия на окружающую среду не было а пакет документов роса там 31 мая уже передал на государственную экологическую экспертизу вот это страшно страшно когда используют административные рычаги властные рычаги а надзорные и правоохранительные органы органы которые наделены обязанностью защищать человека среду его обитания благоприятную среду его обитания водные объекты природные объекты том числе озеро байкал байкалской природной территории свои функции не выполняет вот что страшно мы живем век коррупции 21 век можно назвать веком коррупции когда люди друг друга не слышат хочу и могу ушлые люди имеют горизонтальные связи во всех органах власти но они имеют огромное количество денег куда им столько зачем им столько угроба запасных карманов нет на тот свет мы все уйдем с вами одинаково с деньгами или нет но уйдем и возможно семимильными шагами мы сегодня с вами приближаем эту черту невозврата из бытия пойти в небытие остановитесь это среда нашего обитания нельзя материальное благо ставить выше жизни человека жизни ребенка жизни взрослого возрастного человека старика почему сегодня вам позволительно применяя свой административный рычаг манипулировать и добить и добиваться того результата который вы хотите нам не нужен здесь росатом нам не нужен росатом не как на байкальской природной территории в байкальске так и в усоле сибирском потому что он не делает благо это госкорпорация коррупционеров простите но я говорю это ответственно потому что я видела как они здесь развернули сегодня королькова нет но пришел на место другой корольков у них этих корольковых пруд пруди но они будут проводить ту позицию ту политику которая она у них уже есть они не могут отказаться и признать свою ошибку публично 22 июня я была в генеральной прокуратуре городе москва на приеме у старшего прокурора а 24 июня мне на электронную почту пришли ответы в которых было сказано что все что я там говорила и те запросы которые там оставил 11 штук в том числе и по усоли были отправлены снова в области города иркутской области к тем на кого мы жаловались те которые нас не защищают те которые решают извините только те вопросы которые прикажут москва федерация или иные люди которые имеют власть зачем вы нам нужны остановитесь да я больной человек я не могу там находиться в осоле сибирском потому что там везде химия там экологии нарушены баланс природы нарушен и люди там должны жить поэтому эту территорию нужно очистить утилизацию сделать рекультивацию сделать и наладить нормальное производство возможно того же сельского хозяйства которое здесь рядом с промышленным объектом многие года существует рядом если свинокомплекс и рядом если поля которые выращивают зерновые кукурузу извините картофель карту капусту и иные культуры но давайте все таки подумаем о человеке не будем из китая гомо завозить наш натуральный продукт но после того как эту территорию очистить пожалуйста услышьте нас власти спасибо